Таким я стал не от жизни хорошей. Приветствую моих замечательных зрителей, то есть вас. Честно говоря, я немного тоскую по таким простым разговорным роликам, где я просто что-то рассказываю, а вы пишите мне что-то в ответ в комментариях с добавлением «Я, конечно, понимаю, что Бепс это не прочитает, но вот...» Ребятушки мои, я всё читаю, все комментарии скроллю, потому что мне интересно. И, кстати, именно большие пасты, массивные сообщения за глаз цепляются лучше всего. Суть в том, что стал я замечать многие вопросы про разнообразные игры, так как людям порой интересно, а играл ли я в то, в это и есть ли шанс увидеть про эти игры ролики в будущем. Поэтому я подумал, а чему бы не поведать вам про весь тот путь игровой, что я прошёл, и как сильно предпочтения мои менялись. Так вы, во-первых, узнаете, во что я ранее играл и с чего начинал. Во-вторых, многие из вас смогут сравнить свой путь с моим и потом, допустим, рассказать в комментариях, что да как было у них. Ну и в-третьих, про все эти игры, что играл ранее тогда, вы гарантированно увидите ролики. Ну что, готовы лицезреть очередную порцию контента? И кстати, во время создания данного ролика я пользовался Оперой GX. Для тех, кто не знает, Оперой GX это просто восхитительный браузер для геймеров, и прекрасен он своим удобством, функционалом и множеством других преимуществ. Например, GX Corner, лютейший календарь событий мира технологий и гейминга, с ним ты ничего не пропустишь и ничего не забудешь. Интеграция с твичом, можешь войти в свою учётную запись и получить возможность следить за всем происходящим буквально в любой момент. А ещё есть интеграция с мессенджерами, общение ещё никогда не было настолько удобным. Удобнее разве что юзать интегрированный VPN и скроллить всякие забавные сайты. А дизайн-то тут какой? Ооо, акцент сделан на том, чтобы твои глаза балдели от приятного стиля с примесью неоновых огней. Но в любом случае ты всегда можешь настроить обои цвета на свой вкус. Ещё мне нравится, что я всегда могу почилить и подрубить стрим или ролик, пока чем-то занят. Теперь можно заниматься своими делами и ничего не пропускать. Самая же главная фишка, по моему мнению, это GX Control. Голл, ты можешь ограничивать используемые браузером CPU и рам твоего ПК? Держи производительность под своим контролем. Заинтересовал? Тогда переходи по ссылке в описании и качай браузер прямо сейчас. Моё игровое мировоззрение начало формироваться в далёком детстве, когда я ещё не понимал, что такое игры. Мы были в гостях у родственников, и дабы я под ногами не путался, меня усадили за комп и включили чё-то такое, что я уже и не вспомню. Я точно не знаю, что это было. Вроде бы напоминало график Эквейк, но я там был в какой-то машине или ином транспорте, совершенно не понимал, что делать, потом вроде вообще куда-то в яму упал, дёргал рычаг и пытался выбраться. Опыт такой себе, но мне понравилось. И это было первой крошкой на весах любви к играм и обычным жизненным радостям. Потом на некоторое время игры пропали из моей жизни, и я буквально ловил хихишки от обычного детского существования. Лего, заливание духов в пылесосы и прочей шалости. Но потом однажды маман взяла меня с собой на работу, и чтоб мне не было скучно, включила на тогдашнем её досовском рабочем компе поле чудес. Как вы можете понять, я не понял. Надеяться, что ребёнок смогёт в интеллектуальные игры, дело такое себе. Этот момент был моментально понят, и мне была включена игра «Цветные линии». Не, не я же один сейчас ловлю странные флэшбеки, глядя на это, а? Было всё очень давно, но даже сейчас, глядя на эту игру и знакомые сочетания цветов, я могу почувствовать, как сквозь толщу памяти прогрызаются знакомые образы моего детства. Дожди, карточки из киосков, альф по телевизору, кефир в стеклянных бутылках и желание заиметь дома компьютер, потому что это поражает воображение. Я думал, что это как мультики, как фильмы, где мы можем управлять процессом, и вообще это магия какая-то. Однако сам компьютер появился дома ещё совсем не скоро. Из-за этого я совершенно внезапно для себя ознакомился с таким явлением, как компьютерный клуб. Ну, если быть точнее, это был интернет-клуб, в который в основном приходили дабы проверить почту, посидеть в интернете или же по работе. Но при этом на самих компьютерах были установлены игры, так что такие, как я, да ребята постарше, всегда приходили поиграть. Тогда по сети никто не играл у нас, поэтому все отдыхали в синглах. До сих пор помню, как один парень бесился, что я занял комп, где у него были сохранения исторических героев. Вот они проблемы того времени. Думаю, вы уже догадываетесь, что я старался проводить как можно больше времени в этом замечательном месте. Точно уже не скажу, сколько я там прожёг денег. Тогда вроде бы час стоил 12 рублей, и самое долгое, насколько я усаживался, часа 3. Но это абсолютно стоило того, ведь именно в этом месте я познакомился с игрой Dungeon Keeper 2, червячки, GTA 2, Commandos, да даже в сраных пингвинчиков поиграть успел. Но до того, чтобы полноценно пройти что-либо, у меня ума всё-таки не хватало. Я просто сидел, да наугад страдал фигнёй, то тут, то там. Игр затягивали, а нужды в социальном взаимодействии не было, потому что... Но кому нужны друзья? Когда тут куда веселее? Всё это привело к тому, что мне всё-таки приобрели компьютер. Видимо, со стороны Маман бытовало мнение, что я таким макаром уже много денег просадил и просажу ещё больше. А нелюдимость, возможно, вызывала подозрения на аутизм. Машина была, не сказать, что мощная, однако в идеале тянула игры 90-х и начало 2000-х. И говорю я компьютер, а не ПК, просто потому что тогда ПК никто не говорил. На этом агрегате уже были установлены две игры, две мои самые первые полноценные игры, которые больше всего оказали влияние на мои предпочтения. Это Diablo 2 и Red Faction. Вот прям говорю это и ух. Diablo 2 привил мне любовь к играм с прокачкой, тёмному фэнтези, лопающимся трупам и игровому бытию за призывателей. Некромант и друид – наше всё. А Red Faction же заставил меня уже который год задаваться вопросом, почему тогда разрушаемость и тераморфинг были? А сейчас, ой, технологии не позволяют. И это при том, что и сюжет был вау, и стрельба, и... Короче, я потом вам как-нибудь про эту игру обязательно в подробностях расскажу. Это был второй класс и не буду лукавить, но именно из-за компа я потихоньку начал забивать болт на учёбу. Но не стоит думать, что игры отупляют. Отнюдь. Я был ребёнком, которому хотелось получать удовольствие от жизни, смотреть мультики и играть, а компьютер лишь стал очевидной альтернативой учебному времени. Кстати, подобные случаи были достаточно редкими. В то время я учился в гимназии, где обучались дети из обеспеченных семей, и поэтому у многих из них были компьютеры лучше и мощнее, и при этом многим не было интересно играть на компе. Время шло, проходил год за годом, а я поглощал игры без разбора, хорошие они или плохие. Тогда для меня все они были хорошими, и это на самом деле произвело очень положительный эффект. Я с удовольствием прошёл ганметал, который перевели как братство стали, прошёл второго Макса Пэйна, убивая абсолютно всех, до сих пор стыдно за убийство того бомжа-алкаша. А ещё я играл в герои, но то, что я далее скажу, пожалуйста, не осуждайте. У меня был диск с третьими-четвёртыми героями, но третий герой мне вообще тогда не зашли, и поэтому сотни часов я проводил за четвёртыми. Столько же часов я провёл за Vice City и Сен-Андрес, но больше всего приятных эмоций я всё-таки испытал от игры за Томми Версетти. Не могу точно сказать почему, но сюжетка, графика и модели транспорта мне больше всего были по душе именно в Вайсике. В это же время случилось самое великое событие в моей жизни. Я познакомился с таким жанром, как РТС, которое в простонародье называлось стратежки. Началось всё с генералов, но без дополнения. С таким азартом я играл за Гла-Ох... США всегда была и будет убогой фракцией в игре. По моему мнению. От того же Китая можно поугарать знатно. Помню, как строил множество реакторов и врубал у них перегрузку, делая вид, что у нас по жопе идёт система электрообеспечения. А потом появился Zero Hour и АПГД сидел и рофлил за токсичного генерала. Охо-хо-хо! Токсинс го! Пш-пш-пш! Я не думал, что будет что-то способное отбить моё внимание от генералов. Этим что-то стал третий варик, который мне подарили на день рождения. Тогда он мне понравился красочной графикой, сюжетом и тем, чего не было ни в одной из стратежек. Герои и возможность прокачивать их. Конечно, в генералах были сверхъюниты, тот же Джерманхрл, например, но, ребят, ну, серьёзно. Артас. Утер. Артас. Мурадин. Ух! Я игру облизал только так, а когда у меня на руках появился Фрозен Трон, я и вовсе оказался В вечном плену этой игры Спустя год из этого плена меня вызволил Одноклассник, познакомившись с Как он его тогда называл Варкрафтом в космосе Вархаммер, мы реально думали, что это Продолжение Варкрафта, потому что и там и там Был вар, и там и там орки Люди, эльфы Очень странная нежить и разнообразные герои Битвы неодиночных Челиков, отрядов, техники Физика отлетов челиков от взрывов Разнообразные анимации добиваний Не буду растягивать интригу И сразу скажу, со временем я на своем Тогда еще старом компе переграл во все дополнения Кроме той, которая про сестер Битвы и темных эльдаров Солсторм, что ли она называлась Честно, вот настолько, вот настолько Не помню. На компе она тогда у меня Не пошла, но когда же у меня появилась возможность Пройти, я не прошел, потому что Было не особо интересно на самом деле Надо будет потом пересмотреть свои взгляды И все-таки опробовать игру. Но не одними стратегиями Я был сыт. Ролевые Игры были не менее любимым жанром Однако вот тут все сложно Мне совершенно не заходил Муравинт из-за своей боевки Да. Поэтому я больше сидел В арксе и, честно говоря, конкретно На тот период на компьютере более не было Ролевой игры, завлекшей меня сильнее Но время шло. Выходили новые Игры, которые моя машина уже просто Не была способна запустить. Про всякие Сталкеры, Третьи Думы И прочие около-играфонистые Игры я и думать не мог Колда? Нет. Я играл в Ульфенштейн Обливион? Нет. Я играл в первый Даджин Сидж Я играл в Принце Персии со скрипами И постоянными лагами Просто потому, что комп уже офигевал Последней каплей была битва за Средиземье А точнее ее вторая часть Которая уже не запустилась Старичок не тянул, а я тосковал Новое хотелось опробовать, но возможностей не было Вы будете смеяться, но с этим кризисом Мне помог телевизор А именно канал Геймленд ТВ Внимание! Геймленд ТВ предупреждает Не смотрите телевизор под водой Он показывал не у всех, но те у кого показывал Помнят Отжиг, Возрождение Дуэта Бонуса и Гамовера Фокусе, Кигури, из-за которой я по сути узнал про аниме Проходняк и множество других замечательных программ Привет, мальчики и девочки! В эфире первый уровень и главный проходчик первых уровней глагол Здравствуйте! Мы приветствуем всех, кто намеренно или случайно оказался на канале Геймленд ТВ Как вы уже наверное догадались, в сегодняшнем выпуске речь пойдет о новом, уже восьмом путешествии грудастого гробокопателя легендарной Лары Крофт Детям до восемнадцати строго рекомендуется, пока родители не видят В игре сойдутся воедино наверное все сюжетные линии, которые стартовали во всех предыдущих частях И наверное после четвертой части вопросов у нас не останется, ну или почти не останется Именно из-за этого канала я узнал множество фактов про игры, старых времен, про Зельду, Metal Gear Solid, Metroid, про современные игры И что самое важное, я узнал про игровые приставки Однажды мой одноклассник сказал мне, что играет на приставке, и тогда я подумал Хм, вот лох, в Денди играет, или в первую PlayStation Оказывается лохом тогда был я Мне захотелось приставку, консоль тогда никто не говорил, приставка Я желал третью PlayStation, просто потому что я знал, что есть первая PSK, а тут уже и третья оказывается существует В рекламах были показаны всякие офигенные ролики с играми, резистансов А от клипов с МГС 4 на Геймленде я и вовсе был в восторге, хоть и не понимал точно, что это за серия игр такая Правда выклинчить PSK 3 было невозможно, просто банально потому что игры стоили дофига Выходом стал прошитый Xbox 360 Ты остался сиротой, твою сестру убили, и ты бредешь по незнакомому миру, а твой единственный друг безродная дворняка А как будто этого было мало, ты вернулся на войну, выживаешь в подземельях, отбиваясь от орд локостов А, и каждый ожидает, что ты спасешь мир, отлично Но затем все меняется, и женщины на концертах бросают тебе цветы и трусики Ты зарабатываешь миллионы, в конце концов мир не так уж плохо Xbox 360 и все намного лучше На момент, когда я только узнал про консоли, близился выход 4-й GTA, и то, что я читал про нее в интернете, было чем-то уже совсем за гранью моего понимания Стрельба в разные конечности, инновационные способы поиска героя полицейскими, радио с русскими песнями и множество другого Когда же у меня на руках оказалась приставка с тремя играми, GTA 4, DMC 4 и BioHulf, я был даже не счастлив, а скорее в восторженном ахуле Xbox был началом новой эры моей жизни, потому что я увидел игры в совершенно ином свете Эффекты, графика, кинематографичность и эпичные сюжеты Мой мозг был в шоке, просто банально, потому что масштабы были уже совсем иными До этого я считал ARX очень мощной и прекрасной игрой, с ее боевкой, сюжетами и возможностями прокачки Но потом я запустил Oblivion и изумился Будь кем захочешь, играй как захочешь, проходи сюжетку, не проходи Да, конечно в Моровинте это тоже можно было делать, но из-за боевки я так и не уловил глубину и суть игры А в том же Oblivion, как минимум, была озвучка Знаю, знаю же, многие из вас хотят меня говноедом назвать за четвертых героев и дроп Моровинта, но не Oblivion Просто блин Тогда мое мнение насчет игр было реально мое мнение Я прошел множество плохих игр, но прошел я их с удовольствием, так как не знал, что они плохие Задумайтесь об этом Да и вообще вы будете смеяться Больше Oblivion мне зашел первый reason, просто потому что там было нечто такое, что Трогало за самые струны души Советы насчет наиболее интересных игр для приставки мне давал все тот же GameLand TV Оттуда я узнал про Dead Rising, Fable 2, Condemned 2, Dead Space, Rizik 5, Red Alert 3, Mercenaries 2 и множество других игр Но конкретно в этих я провел достаточно много времени И все бы ничего, но выходившие далее игры меня развлекали все меньше и меньше Skyrim не дарила те же эмоции, что дарила та же Oblivion или Risen GTA 5 расстроила тем, что в плане физики была хуже GTA 4 А тот же Diablo 3 хоть и понравился сюжеткой и графикой, но в плане геймплея была совершенно другой игрой Это немногие примеры того, что тогда потихоньку я начал замечать за собой Игры меня более не радуют так сильно Возраст уже был достаточно сознательный, я пытался анализировать в чем тут беда Это я стал взрослым? Или же игры стали хуже? На тот момент у меня уже был относительно мощный ПК Да, ПК А Xbox уже был стар для игр современных Но игры эти были совершенно не те, что я хотел и чего ожидал от них Из-за этого, если меня спросят, во что я играл тогда, я уж точно не скажу Ну, я прошел второй доф полностью С удовольствием играл в Red Faction Gorilla Правда, там не было возможности делать дыры в земле Но хотя бы здания зрелищно ломались, да и сюжет делал неплохие отсылки на предыдущие части Я, кстати, наконец-то поиграл во вторую битву за Средиземье Блин, я в то время на новом компе играл в недавние игры Которые не тянул старый комп Я не играл на нем в новинки и даже не следил за ними Когда на подходе были новые консоли, мое ожидание было высоко Но на деле там все так же было убого Куча графики, экшена, да и все Не было каких-то прекрасных эмоций, восторга от сюжета и геймплея Я взял себе четвертую плойку, но там все равно выходила какая-то дичь Нет, Bloodborne меня, конечно, обрадовал Но из игр на PSG это... это все Про Xbox я вообще молчу Fable отменили Третий Dead Rising уже был совсем не тем А во все остальное, что выходило, я даже играть не хотел Единственными проблесками годноты радовал Steam Со своими инди-играми, полной новых идей Интересных сюжетов и оригинальной стилистикой Меня уже не волновала современная графика Мне важен был визуал сам по себе Кинематографичный сюжет мне не нужен Просто расскажите интересную историю Дайте мне получить удовольствие от игры Которая будет ощущаться чем-то новым А не сделанным по определенному шаблону Хоть и с большими бюджетами Я не хочу играть новые игры С ощущением того, что уже где-то это видел Стратегии вымерли Новых идей нет Все игры одинаковые DLC вместо дополнений На руках мощной ПК и консоли А поиграть не во что Я начал потихоньку задумываться о тех временах Когда игры были чем-то совершенно новым Оригинальным Когда сидя в компьютерном клубе Играл в как дать сайт соседа Или же будучи постарше Проходил Принца Персии на подыхающем компьютере Неужели эта недоступность игр Делала их такими желанными? Нет Ведь когда у меня появилась первая приставка У меня в доступе было множество игр Которые радовали и радуют меня по сей день Своим оригинальным подходом ко всему Сюжетом, визуалом, геймплеем И новыми идеями для жанра Нет Проблема не во мне А в современных играх Проблема в том, что сейчас все делают Под определенную аудиторию А именно для всех Чтобы всем понравилось Чтобы все смогли пройти Для гуще добавляют прокачку Для продолжительности времени на прохождение И чтобы еще надо было бегать по карте И всякое говно собирать для крафта А если же какая-то игра стала популярной То надо обязательно сделать так же И что же тогда делать? Бросать играть? Но я всегда обожал игры И обожаю по сей день Нет Это такой себе вариант В данном случае Чтобы попробовать что-то новое Надо попробовать что-то старое Но во что никогда не играл И таких игр просто огромное множество Я конечно же жду приход новых консолей Как и раньше Но более не обманываю себя Красочными технодемками И многообещающими трейлерами В индустрии сейчас все грустно И трапфлопсы с ссдшками погоды не делают Ведь все шедевры всегда творились В условиях технических ограничений И если сейчас, имея такие технологии на руках Не могут сделать боевку лучше, чем Дарк Мясишки Или же анимацию отрядов лучше, чем в битве за Средиземье или Дови Или же реалистичность всего лучше, чем во втором Фаркрае То значит дело отнюдь не в технологиях Я буду играть в старые игры И открывать для себя совершенно новые миры Полные оригинальных идей И я надеюсь, что вы пройдете этот дивный путь со мной Вы же в свою очередь можете описать, как все было у вас И нравятся ли вам игры до сих пор С чего вы начинали и к чему пришли? Согласны ли со мной или нет? Вы напишите А то это тогда будет вовсе не диалог А достаточно глупый монолог с моей стороны С вами был я Ваш верный друг Бебей Скоро выйдет новый ролик про Кирандию А поэтому Не прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok